Ах, ю-ху, всем привет, с вами Инот, с вами Ведьмак, и почему я вздыхаю? Да потому что я зафейлил прохождение основной ветки. Ах, нет мне прощения, что Цирилка стала королевой этих черных Мильфгарда, а должна была стать крутой Ведьмачкой, это типа канон, но я где-то зафейлил в одном ответе, походу и все, и теперь эта крепость принадлежит одному Ведьмаку, потому что Эскиль ушел, Исимир умер. Кому теперь что-то, да уже не важно. Да ладно. А, Ламберт тоже ушел. Еще и меня закрыли, да, походу? А, нет, здесь дырочка. Дырочку, которую проделал один из этих гадов. Ну ладно, у нас начинается новая ветка. Тусен пока ранам. Каменные сердца. Будем выполнять их. Выполнять их и двигаться дальше, так что... Так что как-то так. Познаем новую... Линию сюжета. Она, по идее, не такая длинная. Там серии на 20, я думаю. Хотя я уже так шарить много не буду, как раньше, может так по мелочи. И потом кровь и вино. И может до 200 серий мы и уложимся. Вообще удивительно, да? Игра хорошая, и поэтому она так и идет. Ну, в смысле... Это хорошо, что игра имеет столько серий, потому что многие ее проходят там за серией 50 и радуются. А весь основной сюжет, контент... Даже какой контент, просто... Какой сюжет тоже? Просто попутешествовать. Просто... Тебе не рад, как я свищу? Туда иди лесом. Да ладно, сам добегу уже. Ага, добегу сам. Что просто походить, попутешествовать, посмотреть мир. Побегать, травка, солнце. Ахаха, я рад жизни. Как я все ненавижу. Ах, да. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Платвы не дождешься. Не до платва. Так, про... Поговорить с травником. Новая отметина. А че ты выращиваешь? Ух, ты ж как лагает. Так, ну эта трава мне особо не нужна здесь че. Ну и ладно, чуть пособирали, но и кей. Травник, алло, как жить? Здравствуй. Особых трав ищешь, чтобы строптивую деву убедить, что можно? Микстур, чтобы себя убедить, что можно еще раз? Да. А другие травы и микстуры найдутся? На пророст волос или наоборот? Усмиряющие боль и от изжоги. Скажи, чего тебе надо? Я насчет заказа. Я насчет заказа. Наконец-то кто-то соизволил объявиться. Только и слышу, что кругом нужда. А как даю работу, охочек нет. Люди просто ленивы, вот что. Давай к делу, если можно. Разумеется. Простите мою болтовню. Это все нервы. Столько времени прошло и никаких вестей. Я послал своего подмастерья Фолкерта в трупную чащу. Это лес неподалеку от имени Матерлиста. У меня закончилось волокно конопли, а там этого растет до черта. И он не вернулся. Нет. Прошу вас. Найдите его и приведите назад. Живым и здоровым. Ну ты капец мне даешь. Не могу ничего обещать, но я поищу его. У парня есть какие-то особые приметы? Не знаю. Даже не знаю. Он низушек, как и я, светловолосый. Этого хватит? Должно хватит. Всего доброго. Так. А трапки какие есть? Позволь я вз... Ну, в принципе, дофига денег, а девать-то особо не на что. Спирта, вина нету. Что-то вина вообще жесть. Прощай. 600 ярдов куда-то скакать. Понятно. Я там могу телепортироваться? В принципе, вроде да, да? Вроде выглядит как... Сюда, сюда и сюда. Давай. Давай, 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 давай. Правда, телепорт я не вижу смысла. Проще на лошади. Господи, я потерялся. Плотва. Ты не плотва, ты кто? Плотва разве черная была? Жводка серенькая. Или это мне дали лошадь, когда я убегал? Сказали, ну черный, так черный. Или это игра поддерживает этих негров? Ну, в смысле, я не расист. Если я просто считаю, наоборот, расизм, это выделять кого-то. Если я кого-то ненавижу или хочу стебаться над ними, то это, наоборот, правильно. Я не могу здесь не стебаться над человеком, которого не уважаю. Ну, в плане, что это не расизм. Я просто стебусь над ним так же, как стебался над кем-то другим. Жесть. Жесть порталов тут. Живой вик. Гарпий. Ребятки, вы мне этот... Вот, я зашел. Давай ее. Опа. Так, мне нужен Квен. Фигайся, вы сильные. Э, голуби. Чистки жесткий-то. Ага. Страдай. Вот и ладненько. Ну, было неожиданно сильно. А, одна еще летает где-то. Тварь, ты где? Тварь. Тварь. Чё такие сильные-то? Да не мой. я понимаю высокая сложность прочее на должен быть признак честь написан так скупка из куплю яйца гарпии дорого важно яйца просьба не мыть по ходу чувак какой-то выращивал гарпий да так фрагменты лабораторного журнала ли косо я раздобыл яйца стоили они целое состояние у меня едва хватило средств чтобы снять лабораторию но теперь я могу начать работать я докажу этим идиотом администрации что военно-воздушные силы это будущие воины я создам первые в своем роде реданки военно-воздушные силы они вылупились я и я еще никогда не видел маленьких гарпий тизик у них не еще нет зато есть огромные головы и они все время хотят есть совсем как тенцы первые попытки приручить дают обнадеживающий результат гарпий буквально едят у нас из рук мои помощники мой помощник потерял всего два пальца притащился тут ко мне староста деревни и плакался что у них настоящее нашествие пауков жить я не дают вот уж кто действительно жилья не дает так это такие неразумные существа как он и им подобных о они открывают мне отрывают меня от работы над вундерваффе а по столь ничтожным и приземленным причинам вместо средства от насекомых я ему даю бутылку с феромонами арахноморфов тот то староста удивится ну как говорят пауки в доме к достатку наши финансовые средства почти исчерпаны придется достать что-то из заначки на черный день который я спрятал губернат губерта на вершине башни большая часть денег уходит на закупку ветчины которую гарпи пожирают гигантских количествах может если бы уже сейчас отдел одну из них в риданский панцирь и представил при дворе сам король оказал бы нам помощь нет 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 только целая эскадрилья может привести произвести на ряд родовито должное впечатление нашим гарпушам ветчина пошла нашим гарпушам ветчины пожалуй хватит в одной из клеток я сегодня нашел фрагмент комбинезона губерта невелика потеря губерт потерял во время кормления в общей сложности 8 пальцев и был уже не в восторге не в состоянии держать метлу катастрофа кто-то открыл все клетки выпустил гарп гарпуш наверное они они лежат без сознания где в траве около башни в конце концов я их не кормил уже неделю на и кормил гарпуш покормить червей и делать такова жизнь прыгай просто замечательно все трубики вообще идея не конечно прикольно можете и вышло бы на еще что так больше чайника занимает расчеты бла 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 ладно в нашей конторе появился некий николас фоггель он представился биологом мне его господин сразу не понравился маленький худой из горбленый а на носу у него были очки толстые как дно стеклянной банки нас воротить однако было нечего потому что за аренду башни он заплатил щедро причем наличными за три месяца вперед если собственник согласится то что же мне было делать однако этот биолог меня заинтересовал я хотел узнать что на что тому такому башню он сказал что будет разводить гарпий никто не разводит гарпий воскликнул я а этот сказал что скоро все изменится я домашние гарпии в скором времени смогут найти применение на войне я прямо так и вижу эту крылатую падаль в красных риданских мудирах я ян гроза в жизни не слышал больше ерунды несколько страниц и вырвана и пробита клюлом фоггель опаздывается следующим взносом заплатил за три месяца вперед а потом тишина придется мне подняться поднять зад и за столом я добрался до башни где не видно никаких гарпий сюда я видел труп ученого что-то жутко взорвало ему живот и кишки разбросаны по всей комнате но что но это еще не все в глубине лаборатории вот открытом подвале лежит куча объедков людских останков вся башня провоняла мертвечиной до невозможности гробу я видел эту задолженность надо смываться отсюда пока и на меня тоже что-нибудь напал не убежал да целом идея-то у него прикольная была а домашний я домашняя что всегда и все и делали но реализация подкачала нам так куда мне теперь ничего нету ладно идем дальше гарпи разводить тоже мне гениальный а где сокровища обыскать руины лаборатории еще выше как-то подняться многих они пожрали и сундук на самом верху удивительно воздушные силы рыданий плюс 15 хорошо так где меч меч минус 27 жалко хороший да и вид хороший так стойте вернемся теперь квестом теоретически может сюда заглянуть на бандиты просто и здесь что-то так сейчас бы не навернуться еще или было бы какая-нибудь вода куда спрыгнуть важно было бы хоть не так обидно да ладно поскакали отсюда странно я помню плату другого цвета я же не наркоман да скажите мне плату другого цвета или нет Ааа, уже без сомнений. Почему она черная? Найти следы фолькера в трупном лесу. Знаете, трупный лес мне уже не внушает доверия, если честно. Не знаю, где искать. Это должна быть повозка фолкерта, вся в крови. Печаль. Ааа. Просто бежим по крови. Баба, отметина какая-то. Походу где-то здесь. Кровь, я уже несколько дней запеклась. На обидном. Неужели вот тут последнюю каплю надо ее проверить? След обрывается. Надо бы осмотреться, поспрашивать. Распросить жителей. А, фолкере. Тут жители вообще есть? Нет, того не вижу. А, есть кто? А. Следы крови, старый, им уже несколько месяцев. Расспросить о том, у тех, у кого нету вообще в живых. Классно. Да, пусть верит. Хорошо. Ну как хорошо. Плохо, что здесь никого нету, оно что делать? Зато можно грабить. Опа. Женщины. Надеюсь, вы не против, что я граблю? Потому что выбора, то у вас нет. Что это? Киданская, и тусенская. Кто-то забросил все это к чертям. И жить им осталось особо ни на что. Полкер. Полкер. А, ладно. Я, глянь-ка, у нас гость. Что ж вы тут забыли, Милсдарь? Заблудились, али как? Нет, я кое-кого ищу. А, ну, поможем. Чем сможем. В хате неподалеку пятна крови. Не знаете откуда? Как не знать? Я б там дичь разделывает. В чужой хате? Так ведь там уж никто не живет. А под крышей-то веселее работать. Дождик не каплет, солнышко не печет. А чего вы там вообще потеряли-то? Оставили б вы лучше пожилых людей в покое. Я ищу Фолкер-то. Низушек со светлыми волосами. Не встречали такого? А, был тут такой, был. Травки искал какие-то. Хм, он был ранен? Я видел следы крови. И они ведут сюда. Да вы словно своими глазами видели. Волки на него напали, и он прибежал сюда схорониться. Я ему говорила, вернитесь вы в город, барин. Хватит уже с вас. А он уперся, что должен сперва цветочков своих нарвать. Снова в лес пошел, да уже не вернулся. А ночью такой вой был слышен. Аж мурашки по спине. А где тело? Должны же были от него хоть башмаки остаться. Мы не искали. Мы люди старые. Где уж нам почаще плутать? Ну, понятно. Счастливо оставаться. Отчитаться травнику о результатах. Каких результатах? Так, стопы, а тут должен быть какой-то переход, явно. Может сюда мотануться? А, ну он есть. Хотя столько вопросиков, ужас. Может сюда? Сюда-сюда-сюда? Да, надо же. А, ладно. Похоже, дождь собирается. Сыпай, плотва. Плотва, ты где эти? Не вижу вообще. Читаться травнику. Ну, отчитаемся. Сниющим мясом. Опа. А эти кадры что-то мне не договаривают-то, да? Где-то мёд был. Сожжали они фолкера, да? Какую сторону идти? Покер. Ух, сразу. Не-е-е, походу тяжёлые времена требуют тяжёлых решений. А вот и фолкер. Внизушек со светлыми волосами. Вот и фолкерт. Вскрыт и выпотрошен. Почему смерти установить не удастся? А, нет, меня ещё что-то скрывать думали? Чёрт, паразон. Ну, их сейчас там не будет, да, или превращаться в призраков. Ничего, какую тварь. Э, бабка. Был я в вашей кладовке. Был я в вашей кладовке. Вы сели на мясную диету, да? Сударь, всё не так, как вы думаете. Хорошо бы, а иначе вы оба будете висеть там на крючах. Его волки загрызли. Его и других. А мы только тела собираем. Правда? Старые мы, нету же сил, чтоб в поле работать. А есть что-то надо. Смилуйтесь, сударь. Ха. Надо о них никогда не заботиться. Живите. Только пообещайте, что никогда не притронетесь к человечине. Клянусь великой матерью Милителе и вечным огнём, и... Обойдёмся без богов. Клянитесь своими головами, которые я отрублю, если не сдержите слово. Да, да. Клянёмся. Ну, а что им делать? Война идёт. Вы живёте у чёрта на рогах. Мне здесь делать нечего, но я к вам не раз ещё загляну. Так. Ну, просто... Ну, реально. Вы прикиньте. Идёт война. Поля опустошили. Всё. Хотя, вот сейчас уже война окончилась. Может, всё будет хорошо. Но пошла. Может, Цири всё исправит. Юная ведьмачка. Стала королевой, господи. Простите меня, фанаты. Что-то чё было. Такс. Что-то интересно тут происходит. А что, непонятно. Тут нырится. Стрёмное место. Спрятанное сокровище. Ты кто? Чёрт. Ха, хорошо горишь. Древний леший. О! Я говорю, чёрт. Я говорю, чёрт. И я говорю, чёрт. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, блин, назад посещаться даже не надо. Чёрт. То есть тут все вопросы, это в основном эти дополняшки. От дополнения, да? Да будет проклята Анастасия фон Бурман. Да будет проклят весь их рот. Наконец-то я нашёл разгад этой смертельной... Прикольно, шарады. Ключ к ней обнаружился в одной из покрытых поликниг в замковой библиотеке. А-а-а. За Мальней, эта маленькая змея была помечена лешим. Вот почему-то чудовище напал на мой замок. Есть только один выход из этой ситуации. Задушить её во сне. Она даже не пискнула. А, задушил её во сне, она даже не пискнула. Теперь я, наконец, смогу покинуть стены замка. Слава бога, чудовище ушло в небытие вместе с своим проклятым отродим. Всё это предприятие было кошмарной ошибкой. Хорошо, что сбежавшие от прежних предприятий... Сбережения от прежних предприятий сохранились в замковой сокровищнице. Мне нужно нанять какого-нибудь мага, чтобы избежать таких случаев в будущем. Опять замок. Там кто-то зашарит. Призраки. Волки. Себя покусай. Ух ты ж. Опа. А чё они такие сильные-то? Всё, да? Стремненько. Почему я пощадил людоедов, вы, наверное, думаете? Да, в первой части, конечно, шли не было. Уже одного деда пощадили. И почему мы не можем пощадить? В этой части... О, открывается чё-то. А как спуститься ниже? Надо отдохнуть. Знаете, как-то криповенько. Я пока не понял, как. Вот тут как-то можно спуститься, наверное. Ничего не вижу. Ни спуска, ни входа, вообще ничего. Что за лажа? Где войти? А, вот. Что так темно-то? Девник графа грифта. Ремесло приносит мне определённо больше доходов, чем я рассчитывал. Из последних семи похищений целых пять закончились полным успехом. Отцы двоих мальчиков оказались слишком скупы, чтобы выкупить своих сыновей. Видно, у них больше потомков, и сделка была им невыгодна. Замечания на будущее. Нужно требовать гораздо меньше выкупов к лету, у которого есть более чем один потомок мужского пола. Я послал ребят за Анастасией фон Бурман. Владетели замка Зюцер. Весьма богатый господин Анастасия его единственная дочь. Так что обещается выгодная сделка. Ребята вернулись с дочкой клиента уже в ту же ночь. Дочка, девочка спокойно спала. Даже апатично. Что-то странное происходит вокруг замка. Тучи, вороны... А, понятно. Тучи воронов расселись на деревьях, вооруживших внутренний двор. Сегодня утром им прилетело еще больше. Попали две... Пропали две девки из прислуг. Может, мои ребята с ума посходили, а может, это вороны их заклевали. В этом месте огромного клякса на половине страницы. Погиб один из моих людей. По сведениям остальных слуг, его убили корни, которые выросли прямо из земли. Мои ребята потрясены, и вокруг замка день и ночь воют воду. Выйти за стены — это верная смерть. Мы забаррикадировались. Словно воссадник, часть запасов еды и воды у нас в достатке. Может, это какое-то проклятие? Франц, слуга, который командовал отрядом, похитившим Анастасию, повесился. Это наверняка чёрная магия. Я должен поискать какие-нибудь подсказки в замковой библиотеке. Интересно, да. Надо бы продать потом всё это. В общем, понятно. Сам пошёл, сам попал, и всё. Чёрный единорог, что ли? Что-то капец, как темно. Чёрный единорог, что ли? Так, сейчас, секунду, запустить ГПК. ГПК. Нафиг, гадство. Воу-воу-воу. Давай-давай-давай. Может, ты ещё написал, что б... 뭐야... Воу-воу-воу. Чёрт, мне нужен Ирден Давай-давай, успей-успей Давай-давай Чё-то прям жесть Начни Чё ещё здесь есть? Сейчас записка Требования Его милость Рафелю фон Бурману, владетелю замка Зюткер Мы спешим успокоить вашу милость тем, что дочка ваша в добром здравии Она будет пребывать днём до тех пор, покуда отец будет поступать согласно нашим указаниям Вот они через 6 дней ровно в полночь явиться лично к старой проклятой часовне около Гороновиц, дабы передать выкуп в размере 1000 новигрантских крон. Чё-то мало. Извольте прибыть в одиночестве без всякой охраны и не трудитесь никого уведомлять о нашей встрече. Полагаю, излишне добавлять, что отсутствие от наших инструкций повлечёт прямо пропорционально ущерб здравию юной. Короче, если нарушить, ей дочке капец, понятно. Не надо. И чё, всё? Эээ. И чё, всё? Даже ничего нету? Отстой, честно. Ужасный замок, мне не нравится. Так, значит, куда дальше? Нам надо вернуться к низушнику. надо бы попытаться с остальными поэтому о сюда 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 хотя где-то здесь насколько я помню было кровь и вино дополнительно сейчас секунду задание дополнительно основные встретиться с рыцарем из тусена а ну ладно вроде не они так лошадь блин она как всегда непонятно мешать давай запрыгивай такие способности плоту меня пугают знаете слишком 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 что он там сидел какая разница давай 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 я не знаю что это за место вот теперь нормально сокровище под охраной кто их охранит гуль 2 гуль ну давай второй иди сюда а 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 кончайте а и прямо с земли вылазит жалкий трупоеды да смотри-ка прямо с земли вылазит а сколько ты будешь вылазить до бесконечности бага другим будет вылазить пока альгуль и или нафиг а где где-то снизу тут что ли изумруды пластины перчатки плюс 7 хорошо шоу бронику бы красиво ого рад я теперь стал хоть на человека похож кто ходил какой-то бомжатской честное слово так следующая наша остановка будет здесь но это уже будет следующая серия пока всем хорошего настроения всем до следующей серии всем пока 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 ваше ваше ваше